Кристот во Римя, достойно Сосрия Небесного! На самом деле был период в жизни русского человека, когда у нас были сухие законы. Это не только наше прошлое столетие. Начало XX века было ознаменовано тем, что в России, благодаря реформаторскому отношению к этой проблеме, русские люди начали потреблять около трех литров. К 1917 году мы пришли еще с меньшей дозой. После войны русские люди потребляли 1,9 литра на человека. Это была рекордно низкая точка. Был период в жизни, когда мы были практически самой трезвой нацией. Наши школьники были первые в мире по IQ. Сейчас мы занимаем почетное 124 место, по-моему. Да, и кстати, последние годы потребление алкоголя в нашей стране просто катастрофическое. В 2009 году 18 литров на человека, сейчас чуть меньше, 13. А деградация населения, говорят врачи и социологи, начинается уже при потреблении 8 литров. Но ведь у нас столько праздников, как в застолье обойтись без тостов. Это же тоже традиция. Тоже традиция, да? Вы понимаете, что значит традиция? Все в жизни человека привычка. Если человеку начать прививать какую-нибудь привычку, много не надо стараться. Вот Хэллоуин. Привили людям, русским людям, любовь к Хэллоуину. Ну это сколько? Сколько люди постарались? На пяток лет пописали и все. Теперь люди думают, что это на самом деле праздник. И теперь сатане празднуют так же, как все остальные праздники. Поэтому что такое привычка? Привычка. Можно изменить свои привычки. Было бы только желание. Потому что я помню, что когда в нашем приходе только поднималось это трезвуческое движение, мы своим близким, зная, насколько тяжело человеку отходить от привычного образа жизни, мы им никогда не навязывали трезвый образ жизни. Просто приглашая к нам домой, а у нас праздников тоже, понимаете, много, мы никогда не ставили на стол спиртной. А когда праздник заканчивался, и все мероприятия подходили к концу, и мы со всеми прощались у входа, я им просто говорю, вот смотрите, мы с вами просидели 4 часа. Мы с вами решили практически все вопросы. Никто из нас не поссорился. Никто из нас не будет завтра сожалеть о каких-то глупостях, которые он сделал сегодня под воздействием алкоголя. Никто завтра не будет болеть. Ни у кого не пропали деньги, которые он истратил на лишнее спиртное. Никто завтра не доставит неприятности начальнику. Ну, очень много плюсов. Минусов не вижу ни одного. Все уходили счастливые, радостные дети наши были при нас. Потом дети же, никуда их не денешь, они же видят адекватность, неадекватность поступков взрослого человека. Более того, мы не просто семейные праздники так проводили. Такие вот маленькие, как дни рождения там. У нас были и свадьбы. Свадьбы мы праздновали там в трезвуческом кафе, у нас была шикарная программа. И когда люди это видят систематически, они имеют возможность выбирать. То ли мы хотим вот в то и наше привычное прошлое, когда вот это вот застолье и с тостами, и какие потом последствия будут, все знают. Либо вот так, как по-новому, раз, два, три, и мы потихонечку привыкли настолько, что сейчас у людей вообще не возникает никаких вопросов. Все знают, что у нас не ставят на стол. Но тем не менее праздник у нас проходит очень весело. Ну, а тосты все-таки произносите? Конечно, какие-то речи мы говорим, но я не могу назвать это толстыми. Это какой-то очень органичный процесс общения. Он связан с праздником. Для русского человека, конечно, праздник. Это же стол, это же гости, это вот все такое яркое, радостное. Это нормально. Но это происходит каким-то естественным образом. Батюшка, а можно назвать какую-нибудь общую причину алкоголизма? И какой-то рецепт исцеления. Первой причиной этой болезни является всегда гордость. Ну, как любой страсти всей вероятности. Ведь как рассуждают алкоголик? Меня никто не любит, меня никто не понимает. Когда человек начинает изложение или предложение с буквы «Я», ну, это уже повод задуматься о том, что вот как-то очень много уделяется внимания этой персоне. В данном случае самому себе. «Я не понят», «Я недолюблен», «Я-я-я-я-я-я». Это является в конечном итоге оправданием той страсти, которая возникает. А что потом возникает, это уже, наверное, не имеет значения. То ли это пьянство будет, то ли это уход в виртуальный мир, в компьютеры, то ли это еще какая-то страсть человеческая вплоть до собирания марок. Но это все равно попытка уйти из реального мира в нереальный. Что пить, что курить, что в компьютер играть – все болезнь. Конечно, если заниматься врачеванием тела, души без врачевания духа, то результаты будут, ну, как в нашей обычной статистике. Ну, что-то, 5%. А все остальное возвращается на круги свои. Поэтому хороших результатов добиваются только те люди, которые начинают параллельно с физикой, психикой заниматься душой. Потому что проблема алкоголизма – это, конечно, проблема души все-таки в первую очередь. Поэтому врачевать надо, исповедь, причастие и попытка через покаяние. А что такое покаяние? Покаяние – это изменение своей жизни, изменение своего бытия, изменение вот этой существующей ситуации, но не через изменение людей, как правило, а через изменение себя. Вот если этот процесс начался, то физика и психика, она потом догонит, и все будет хорошо. А если физика и психика уже состоялись, как процессы врачевания, ну и что, откапали человечка, потом тренинги всякие провезли, потом объяснили ему, как это плохо, а с душой-то не работали. Я, вот это вот гипертрофированное я, оно осталось в болезненном состоянии. Оно все равно вернется обратно. Оно все равно, вот это, оно пренебрежет этой всей работой, которую затратили люди для того, чтобы тебя на ноги поднять. Оно все равно опустится потом. То есть психологически человек должен переключить свое внимание из себя на окружающих людей. Надо перестать видеть мир через призму «я» и начать попытаться увидеть мир через призму Бога. Потому что азмь есть Господь Бог твой. Видите, первая буква алфавита. Я, мы знаем, где она находится. Вот туда ее и надо поставить. А посмотреть на мир через букву «А» – «Аз». Отец Александр, расскажите, пожалуйста, как Ваш приход помогает людям, которые желают бросить пить? Каждую неделю мы совершаем в храме иконы Божьей Матери непиваемая чаша, водосвятый молебен, воду раздаем людям, которые приходят сами исцеляться, также их родственникам, которые сами потребляют эту воду, и дома все окропляют и добавляют в пищу своим болящим. Более того, мы на этих молебнах поминаем всех болящих наших и тех, за кого люди молятся. У нас несколько раз проводились курсы для людей, которые хотят бросить пить. Фактически, у нас редко кто в приходе из тех, кто потребляет алкоголь. Очень многие люди у нас приняли обет трезвости. Это практически полприхода. А что такое обет трезвости? Обет трезвости – это обещание Богу не потреблять алкоголя и не стимулировать это употребление, и как бы не провоцировать его у других. Нельзя так приехать, сразу дать обет трезвости и уехать. Нет. Этот человек живет в нас некоторое время, его приход узнает, он становится своим в этом приходе. Он проходит какой-то курс, уход минимальный курс реабилитации, и потом при всем честном народе он дает перед иконой Божьей Матери, иконой Спасителя, дает обет Богу не принимать этого зелья. Вот многие люди благодаря этому обету до сегодняшнего дня живут прекрасно. И причем они не испытывают какой-то среди людей, вот его трясет, вот все пьют, а он не пьет, его трясет. Они спокойно переваривают все их социальные привычки и живут спокойно. Потому что обет Богу, обещание Богу намного важнее, чем человеческие отношения. Испортить отношения с Богом намного хуже, чем отношения с человеком. Поэтому вы думаете, а вы мне что хотите, а я вот обещал Богу. Спасибо вам, батюшка, что вы приняли участие в нашей программе. Дорогие телезрители, я с вами прощаюсь. До следующей недели. Дорогие телезрители, я с вами прощаюсь. Дорогие телезрители, я с вами прощаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует...